Соперником сегодня будет Зайцева Милана! Меня зовут Милана Зайцева, привет! Я судила на этом проекте достаточно много схваток. Это прикольный, интересный, настоящий рок-н-ролл. И решила принять участие в женском гран-при. Кстати, очень клёвая идея, потому что немного промоушенов проводят в женских гран-при. Я считаю, это достойно того, чтобы принять участие. Соперницу свою знаю, очень хорошо к ней отношусь. Достаточно опытная спортсменка. Думаю, у нас будет интересная схватка. В качестве судьи и рефери Милана отсмотрела гигантское количество боёв, в том числе в автомобиле. Знает различные ситуации, что работает, что нет. Так, судьи, приготовились. Бойцы, внимание, правила знания, правила не нарушаем. У вас два раунда по две минуты с возможностью экстра-раунда. Приготовились, первый раунд. Бой! Ну, Милана Зайцева, та, которая в красном, много-много навидалась уже этой дичи. Что на Карджитсу, что на панчбоксе, который в телефонной будках. Поэтому, ну, по идее, по стратегиям-то она в курсе, что и как. И по пенальти, по тактикам она всё в курсе. Как насчёт Физухи? Ну, сейчас увидел. Очень достойно уже идёт на захват, на давление. Александр там продавливается немножечко. Ну, берёт упор на сиденье. Недостаточно его оказалось. Блин, Милана как агрессивно наступает. Посмотрите. Ну, не то чтобы агрессивно, беззлобно, конечно. Но я имею в виду в плане борьбы. Продавливает почти в смертельном углу. Оказывалось, там Александр сейчас был и захват. Болевой, но быстро высвобождается из-под него. Волосы, правда, волосы придётся укладывать заново, к сожалению. Ну, тут уж понятно. Зато это прибавит и энергии. Диск говорит, ты что, мне прическу портишь, что ли, а? Ты чего трогать? Опять за волосы её берётся. Так, за вырез аж там даже получилось немного. Но из-за деликатности, конечно, её быстро отпустила Милана. Ух ты. Руку берётся, пытается, но пока что не критично. Александра опять берёт захват головы. Ой, Милана оказывается таким болевом. Ну. Не особо эффективно. Рук там, силы рук не хватило пока что у Александры. Но сейчас, смотрите-ка, Александра зато оказывается сверху. Сипакова быстро меняет ландшафт боевой здесь. Всю боевую карту стратегическую. Ох ты. И голова там рев. Высвобождается. Потому что выглядело больно, ребят. Больновато сейчас и с рукой. Но руку прям так напрямую взять не удаётся. Пока что ногами. О, из-под ног выходит Милана. Быстро действует. Быстро. Очень реактивно прямо реагирует. Отвечает на действия Александра. Сама тоже пытается взять там руку. Так же не получается. Боль-менее не в ровне. Причём, вы знаете, то одна нападает. Успешно. То внезапно хопа. Переворот. И уже другая нападает. Успешно. Но успех такой. Серединка на половинку. Болевых-то не было. Что нам грядит, принесёт второй раунд. Всё-таки позициями не поменялись. Позиция у руля считается не такой удачной. И Милана сразу же оказывается внизу. Ё-моё, а! Ну, пока это не выглядит больно. Но опасненько. Что-то скручивает её в бараний рог, что ли, думает скрутить. Как будто бы было такое, что сейчас приподнимет ещё Александра её. За голову попытки схватиться у Миланы были, но все поползновения отменены. Александра Доминейшн устраивает. Снизу там красная Милана. Думает, чем бы заняться. Может, по корпусу и поработать с кулака. Так вроде здесь такое не принято. Не знаю насчёт запретов. Ну, просто как-то неделикатно это будет. И даже невежливо удары под дых наносить. Особенно с локтем.